Всем привет! Ну что, соскучились? С вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Друзья, блокчейн ворвался в нашу жизнь без стука, без звонка, просто открыв дверь с ноги. Я уверена, что мы с вами уже совсем скоро не сможем представить себе свою жизнь без блокчейн. Так же, как сейчас мы ее не можем себе представить без гаджетов и интернета. Сегодня мы с вами разберем, что же означают эти три нашумевшие буквы ICO. Созданные за последний год блокчейн-стартапы вообще никак не относятся к крипте по типу битка. Новые блокчейны – это конторы, предоставляющие децентрализованные услуги, у которых есть внутренняя экономика для привлечения бабла в бизнес со стороны и мотивация участников системы. И, собственно, на этой почве родилась новая модель инвестирования под названием ICO. Это что-то среднее между краунфайдингом и IPO. Ну, а если кто-то не понял, что это такое, наш консультант Шторм расскажет вам об этом. Привет, меня зовут Шторм. Да, я знаю, что я красавчик, но прошу вас сфокусировать внимание на том, что я буду говорить, а не на моем статном лике. Я первый в мире пес, который отменно разбирается не только в охоте и кошках, но и в блокчейне. Это ты умнишь! Меня позвали в проект в качестве технического консультанта. Итак, ICO – это такая штука, когда компания продает свои токены в обмен на более-менее стабильную криптовалюту. Приходится полагаться на репутацию. И тут в игру вступают escrow – авторитетные чуваки или компании с белоснежной репутацией. Они дают свое слово и предоставляют свои кошельки для хранения инвестиций до завершения ICO. В случае, если ICO завершила, собрав денег меньше минимального порога, escrow возвращают все обратно инвесторам. Техническая основа ICO – это токены, что-то вроде акций, прикрепленных к блокчейну проекта. Ну что, у меня на сегодня все. Надеюсь, вы не охренели от того, что с вами разговаривает собака. До встречи в следующем выпуске. За 2016 год успешно стартовали около 30 ICO объемом больше 1 миллиона. Общей сложности за этот год проекты принесли больше 300 лямов инвестиций. Я знаю, что обращаться к Карлу – это уже попса и баян, но все же 300 миллионов баксов, Карл! Как же это работает? Допустим, вы придумали очень крутой стартап на блокчейне и уже готовы кинуть клич о привлечении денег со стороны. Вы запасаетесь пиццей, пресной водой, вырубаете свой телефон, выходите из всех мессенджеров, короче, абстрагируетесь от внешнего мира и начинаете писать подробный план о необходимости вашего продукта на рынке. Про себя любимого и свою суперкоманду, бизнес-модель, экономическую модель и особенности вашего блокчейна. Но написав это, не расслабляйтесь. Скорее всего, потенциальные инвесторы, прочитав ваш проект, проведут самостоятельный анализ. Когда крутость вашего ICO подтвердила даже ваша собака, проект выходит на рынок, и если все проходит гладко, то тогда начинается аукцион невиданной щедрости. Объемы бабла, собранные с помощью ICO, считаются некисло-большими даже в мерках Кремниевой долины. Да, и забыла сказать про скорость. Ни одно ICO не длилось больше месяца, а зачастую сумма набиралась 2-3 дня. Конечно, бывали и отдельные случаи, когда команда собирала десятки миллионов за считанные минуты. Но, несмотря на весь шум вокруг ICO, закройте глаза и ответьте себе на вопрос, нужно ли мне это. Хорошенько подумайте, к чему оно будет привязано, уже к существующей крипте, или вы настолько смелы, что запустите свою. Подумайте, как она будет вести себя на рынке. Спросите у себя, не станет ли она для вашего проекта сизифовым камнем. Я вас не пугаю, просто показываю обратную сторону медали. А вообще, я уверена, все получится. Ну что, подведем черту? Так как в нашем мире все эволюционирует и становится проще, то ICO – это новая версия рынка публичного капитала. Такая себе некая грань, дающая простейший способ взаимодействия между бизнесом и инвесторами. На сегодня все. Я думаю, что было очень круто. Скоро увидимся. С вами была Миша. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok